Итак, добрый день. Сегодня мы с вами продолжаем работу в скейтчапе. Давно его не затрагивали, два месяца сегодня подписчик об этом уже сказал. Немного поигрался со звуком, записываю теперь через другое приложение и надеюсь, что слышно меня хорошо. Для начала мы с вами будем разбираться с отделкой внешней и внутренней наших основных стен. Ничего сложного там нет. Постепенно подготовим все необходимое для плана второго этажа и будем приступать уже к нему, чтобы в дальнейшем переходить на различные визуализаторы. Принципиальное отличие от предыдущего моего видео заключается в том, что я добавил гаражные ворота, нашел их в стандартных наших гаражных компонентах. Нашел, загрузил гаражные ворота стандартные, просто по поиску. Так же, как и добавлял окна. Это основное отличие. Итак, что нас интересует в первую очередь? Нас интересует в лотке найти материалы. В данных материалах у нас есть возможность выбора стандартного, который используется в скейтчапе, для раскраски, добавления различных фактур, текстур, материалов наших стен. Добавляются они предельно просто. Предположим, я хочу внутренние стены сделать в стиле лофт, в том же самом перегородке пока, который внутренний в нашей перегородке, сделать из кирпича. Для этого я просто выбираю выпадающие менюшки, кирпич, облицовка и обшивка. И здесь я выбираю тот кирпич, который меня интересует и нажимаю на грани нашей стены. Будет краситься чисто наша стенка. Все достаточно просто. Я могу заизолировать отдельно просто перегородки и красить только их. Если вам не нравятся те же самые кирпичные наши перегородки, вы можете использовать самостоятельно задать цвет, фактуру материала и прочее. Разукрасить их под тот цвет, который вам необходим. Пускай они у меня будут вот такого непонятного цвета. Чисто перегородки. Как будто они уже сделаны, отштукатурены и покрашены внутри. Пускай у меня помещения будут разделяться цветовыми зонами. В дальнейшем будем еще их учиться определять и разделять. Это помещение будет разделено цветовой зоной. Насколько я помню, это либо спальня, либо какой-то кабинет. Сейчас планы пока восстанавливать не буду. Кухня, гостиная сделаю немного в других цветах. Либо могу разделить под тот же камень. Ну вот столешницу мы еще сделаем внутри. Все это будем выдавливать ручной. Самое интересное будет это выдавливать нашу лестницу. Гараж я хочу сделать из того же самого кирпича. Пускай он останется. Те же самые, что у нас несущие стены использовались. Это будет такое черновое. Выбираю наш кирпич. Кухню облицую. Давайте ее разобьем. Пускай у меня кухня будет разделяться по цветовой гамме. Для этого я проведу построение линии. Разрежу на определенную высоту. Цветом будем отделять. Отдекорируем. Я художник, я так вижу. Зажатые клавиши shift и колесико мышки. Помним, что перемещаемся по нашей рабочей плоскости. Вспомогательные точки у вас будут фиксировать на той же высоте, на которой была сделана предыдущая точка. Вот таким вот образом. Низ я сделаю с облицовкой. Давайте посмотрим, какую-нибудь плитку интересную воспользуемся. Страшная достаточно плитка. Это конец такая. Сейчас еще материалы отделки наших, грубо говоря, семейств с дверьми подредактируем. И потом мы с вами будем учиться пользоваться, работать с различными визуализаторами. Колонна, конечно, здесь выглядит не очень эстетично. А я еще здесь не прорезал. И вот здесь. Скорее всего, я просто не до грани стены ее разрезал. Смотрим, поменяется, не отменяется целиком. Сейчас удалю ненужную линию. И снова ее. Дверь пока выключу. Да, вот здесь у меня линия не отобразилась. И линии все прорисую, чтобы все получилось красиво. И вверх пускаем ее будет без этой ниточки. Получился какой-то дешевый санузел. Ну, смотря в каком визуализаторе это произвести. Может, получится и дорогой. Вот, по грани нажала. Здесь у меня линия пропала. Ну, окно пока заделывать не буду. Санузел пускай у меня будет тоже отдекорированный. Я продолжу в том же самом стиле. Опять же, обратите внимание. В правом верхнем углу точка помогает мне сфокусироваться на той же самой высоте. Если вы хотите разделить ваши стены абсолютно в тех же самых гранях, что и в предыдущих ваших комнатах. Ну, мало ли, такие проекты могут быть. Вы увидите вспомогательную точку для связи. Санузел будет такой плиткой. А внизу будет немного другая. Еще мы с вами пол сделаем. И расставим необходимую мебель. Давайте двери сделаем частично деревянные. Либо их покрасим под какой-нибудь цвет. Одну дверь я хочу сделать металлическую. Снаружи пускай нас окружает. Опять же, разделю. Для начала пойдет все на той же самой высоте. И добавлю какие-нибудь архитектурные элементы. Здесь у меня часть панельки моих гаражных ворот накладывается на стену, поэтому там уголочек я не смог увидеть. Сейчас у нас, возможно, часть стены не покрасит. Вот, видели, красная линия у меня появлялась. Возможно, что я не все растек. Но мы это с вами быстро все решим. Пускай у меня низ будет... А мне не нравится. У меня поверхность. Камень низ будет такой. Выглядит как брусчатка. Потом еще будем работать со светительными приборами. Вот, что я и говорил. Тоже придется скрыть эту дверь. И поменять нашу линию. Сверху пускай меня будет окружать. Какой-нибудь красивый облицовочный кирпич. Какой такой. Как вернуть отображение наших скрытых элементов. Для этого нам с вами необходимо... Да, я добавил еще оверлей дополнительный, чтобы вы видели, какие клавиши мыши я буду нажимать. Пока не добавлял слежения за курсором, попытаюсь обработать это в программе. Итак, вкладка вид. Показать скрытые объекты. Вот моя дверь. Нажимаю по ней правой кнопкой мыши. Показать. Гаражные ворота. Нажимаю правой кнопкой мыши. Показать. Теперь могу снова нажать вкладку вид. И убираю. Показать скрытые элементы. Показать скрытую геометрию. Мне они не нужны. Дальше что я сделаю? Спальню свою продолжаю разукрашивать. Пускай она у меня будет. Зеркала пока мы с вами делать не будем. Давайте цвет. Пускай она будет у нас белого цвета. А то она меня немного смущает. И то же самое. Данное семейство с окнами не редактируется. Ладно. Пока оставим. Пускай будет такого вида. Да, наша колонна. Я ее декорирую. Там у меня будет искусственная поверхность какая-нибудь. Мозаичный наш бетон. Пальня белая. Кладовая. Я вот таким цветом отзонирую. Считаю то, что я ее отштукатурил. И еще дверь подредактируем. Скорее всего, мне сейчас придется немного поменять. Уже забыл, почему мы с вами использовали плитку. Да. Здесь все хорошо. Здесь придется разделить. Снова дверь скрываю. Линию я ее не довел. Корректирую. Вид. Показать скрытые объекты. И показываю нашу дверь. Вот таким образом мы с вами сделали заготовку. А еще последнее помещение. Ух, как оно будет такое царское. Нет. Такое какое-то нехорошее. Как будет из гранита вход в отдел. Дверь по цвету тоже можно будет подобрать. Можно опять же разрезать все эти элементы. Настраивать. И уже в дальнейшем добавлять какие-то дополнительные. Еще мы с вами будем создавать лестницу. Это будет достаточно сложный и трудоемкий процесс. И будем переходить к плану второго нашего этажа. Который, как вы помните, у нас уже здесь запрятан. Лестницу мне нужно будет сделать забежную. Это будет интересно. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать. Всем спасибо, что были тут. Субтитры сделал DimaTorzok